Остатки. Сначала, что там на плашке написано. По определению делимости, 3n это формула для чисел, делящихся на b. Вообще, ребят, на всякий случай, давайте я напишу, что по определению означает, что a делится на b. Это вот что такое. Существует такое число c, что оно целое, и при этом a это b умножить на c. Так, давайте по этому значку. Есть слово exist, существовать. У него взяли первую букву е, большую, и перевернули ее, чтобы не перегубить. Называется это кванта к существованию. На всякий случай, есть еще кванта всеобщности. Он возник так. Взяли слово все, и его первая буква тоже перевернули. Так вот, называется кванта всеобщности. Это кванта существования. Число а делится на число b по определению. Если существует такое целое число c, что а это b умножить на c. Вот в книжке есть замечательная табличка. Что значит число делится на 3? Да очень просто. В качестве числа n можно брать разные числа. Например, минус 2, минус 1, 0, 1, 2, 3. Это будут числа, делящиеся на 3. Минус 6, минус 9, 0, 3, 6, 9 и так далее. Что значит числа, дающие остаток 1 при делении на 3? Очень просто. Это числа вида 3n плюс 1. Давайте я все эти числа сейчас... Ну, все. Ряд целых чисел, конечно, бесконечен. Но, надеюсь, что идея всем будет сейчас понятна. Значит, прибавляю как всем числам в верхней строчке по единице. А еще бывают целые числа, дающие остаток 2 при делении на 3. Они задаются формулой 3n плюс 2. Что это означает? Минус 4, минус 1, 2, 5, 8, 11 и так далее до бесконечности. Я не буду сейчас переписывать таблицу, которая в книжке есть и состоит из таких строчек n, где подряд выписаны целые числа. А под этим 4n, все числа такого вида. 4n плюс 1, 4n плюс 2 и числа вида 4n плюс 3. Ну, давайте пару столбцов только напишу. Значит, представьте себе, если n равно 0, то здесь будет 0, 1, 2, 3. Если n равняется минус 1, то здесь будет минус 4, минус 3, минус 2, минус 1. Если n равняется 1, то будет 4, 5, 6, 7. И смотрите, как здесь происходит движение. Минус 4, минус 3, минус 2, минус 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Понимаете, да? Вот когда вместо n возьмешь 2, то здесь у нас будет 8, 9, 10, 11, ну и так далее. То есть, любое целое число дает какой-то остаток при делении на 4. Вот числа вида 4n плюс 1, это числа, дающие остаток 1. Числа вида 4n плюс 2 дают остаток 2. Числа вида 4n плюс 3 дают остаток 3. Дальше в книжке объяснено, что такое по определению разделить состатком. Смотрим. Разделить с остатком разделить целое число а на натуральное, то есть целое положительное, на натуральное число b с остатком, это вот что означает. Это значит найти так называемое неполное частное и остаток. Какие условия на эти числа? q и r, это обязательно число целое, при этом r не может быть отрицательным, и оно должно быть меньше, чем b. Вот это написано определение деления состатка. Как это представить себе наглядно? Да, очень просто. Если у вас есть вся бесконечная числовая ось, на ней есть число 0, число b, число 2b, 3b, число минус b и так далее. И вот где-то, представьте себе, здесь вот, например, есть число а. Вот в данном случае, что такое q и что такое r? Ответ. В данном случае q это будет двойка, а r это будет вот эта вот величина. Потому что а это 2b плюс вот этот вот кусочек r. Значит, я считаю, что объясним, что такое деление с остатком. И теперь мы можем смотреть, решать задачу. Значит, смотрите. Найдите остаток и неполное частное от деления числа 1997 на 850. Итак, число 1997 надо разделить с остатком на 850. Что значит разделить с остатком? Значит, придумать сюда целое число и придумать сюда остаток. Остаток больше или равен нуля и меньше 850. Пожалуйста, что за числа? Неполное частное 2. Великолепно. 2 умножить 850 это... Сколько? Остаток больше. 1700. А остаток? 297. 297. Отлично. Разделите число минус 200 на 23. Минус 200 надо разделить с остатком на 23. Неполное частное минус 8. Сколько будет 8 умножить на 23? 23 умножить на 8. Это сколько? 184. И какой получается остаток? Ну, минус 16. Минус 16. Вспоминаем. Я, конечно, уже стер определение, но у вас там в тетради есть. Что значит разделить с остатком? Остаток какой бывает у нас? Не отрицательный. Не отрицательный. А здесь у нас остаток получился какой? Отрицательный. Отрицательный. Помните, там кто-то шептал? Настоящий правильный ответ. Минус 9. Правильно. Абсолютно правильно. Минус 9. Так. 23 умножить на 9. Сколько? 207. Это 230 минус 23, да? Это действительно 207. Значит, остаток какой? 7. Остаток 7. Он не бывает в цепи. Остаток никогда не бывает в цепи. Хорошо. Следующий пример. Найдите остаток и неполное частное от деления числа 6 факториал плюс 1 на 5. На всякий случай, что такое 6 факториал. Это 6 умножить на 5, на 4, на 3, на 2. Ну, может, конечно, и на 1 умножить, это мало смысл, не повлияет результат. И плюс 1. Как надо представить, как 5 умножить на что-то и плюс что-то, что меньше 5, но больше или равно 0. Пожалуйста. Остаток единица. Молодец. Остаток действительно единица. 2 на 3 на 6, 6 на 4. 24 умножить на 6, это действительно 144. Отлично. Найдите остаток и неполное частное от деления числа 1.111.111 на число 111. Ну, ребята, если честно, я вас проверяю, умеете ли вы делить уголком. Повторяю. Единица, дальше сколько номерей? 2. Единица и 1. Неужто так просто. Когда умножаешь на 111, здесь возникает 111, и там 111. Удивительно, вы правы? Вы правы. Так. Вот дальше уже действительно тяжело. Вот давайте мне хоть прочитать т. 98 миллионов 765 тысяч 432. Надо разделить с остатком на 12 миллионов 345 тысяч 679. Так, господа, опечатки в этой задаче нет. Делите. 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 Не лените. Делите. Делите. Молодец. Остатки. Остатки 50 тысяч 5. Все хорошо. Да. Просто 8, а остатки можно. Число. Число. Я дожидаю, как его прочитать. 53, написанное подряд. Кстати, вот если вам потребуется лабораторическая формула его записать, знаете, как легко записать? Надо взять 10 в 50 степени и вычесть единицу. 10 в 50 степени – это единица, после которой написано 50 нулей. Единицу вычитаешь, получается число просто-напросто записанное девятками в количестве 50 штук. Поэтому, на самом деле, если его разделишь на 3, то как раз получится то, что нам надо. 10 в 50 степени – минус 1, деленное на 3. Но, впрочем, сейчас это нас мало интересует, потому что нужно нам с вами делать следующее. Представьте себе забор из 13 троек. И надо понять, что же здесь будет, и какой же будет неполный частный, и какой будет остаток. Значит, если не ошибаюсь, ответ будет такой. Единица, затем 12 нулей. Нет, 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 постойте. Ответ гораздо больше, просто по очереди говорю цифру. Дальше. Еще раз то же самое. Единица 12 нулей. Единица 12 нулей. То есть, уберите и пишите себе свою допустимую. Единица. И опять 12 нулей. Еще то же самое. Единица 12 нулей. Единица. И опять 12 нулей. Единица. Вообще-то, и перед ней 13 нулей. 12. В сумме 13 цифр. Когда мы умножаем единицу на 13 троек, так будем называть это число, то в данном случае мы получаем как раз те же самые 13 троек. В этом числе 13 знаков, значит, мы получим здесь, если мы это умножим отдельно на это число, то мы его же и получим, как раз все эти знаки станут тройками. Если мы это число умножим на это, то тоже здесь все знаки станут тройками. К этому же, здесь же, вместо этой одной единицы, появится еще 13 троек. В сумме мы получим, а, постойте, 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 я ошибся. Поскольку мне здесь еще надо приписать 11 нулей. Правильно. Действительно, мы забыли эти 11 нулей. Итак, умножив все это, мы все нули и эта единица станут тройкой. Умножим все это, здесь тоже все нули и единицы станут тройкой. А здесь, умножив эту единицу на это число, мы получим ровно 13 троек. То есть, умножив все это на это, мы получаем ровно 39 троек. И еще 11 нулей в конце. Да. И поэтому остаток будет равен... Остаток будет равен числу из 11 троек. Отлично. Вот напишите, пожалуйста. Нет, это равен, просто неверно пока. Плюс число, которое образовано 11 троек. Идею поняли? На самом деле, если вы представите себе, как делить уголком одно число на другое. Представьте себе, что вы написали 50 троек, потом написали сам уголок, потом 13 троек. То сначала возьмете по единице, вычтете, потом будете сносить по одной цифре и все время писать нули, вот эти вот. Потом единицу. Подумайте, все получится. Следующая задача на соображение. При каком наименьшем n из любых n целых чисел можно выбрать 10 чисел, дающих одинаковые остатки при делении на 6. Повторяю задачу. При каком наименьшем n из любых n целых чисел можно выбрать 10 чисел, которые дают одинаковые остатки по модулю 6, которые дают один и тот же остаток при делении на 6. Очень простая с одной стороны, но с другой стороны я хочу, чтобы каждый сам решили. Смотрите, при каком наименьшем n из любых n целых чисел можно выбрать 10 чисел, которые дают один и тот же остаток при делении на 6. Это число 61. Всего существует 6 раз. Всего при делении на 6 может получиться 6 различных остатков. А именно 0, 1, 2, 3, 4, 5. Если мы возьмем какие-либо 6 чисел, то может случиться так, что каждый остаток встретится там только по одному разу. В ином случае хотя бы один остаток там встретится большее число раз. Так рассмотрим сначала тот вариант, когда они встречаются по одному разу. Если в 6 числах каждый остаток встречается по одному разу, значит в 12 каждый остаток встречается 2 раза, в 18 числах каждый остаток встречается 3 раза и так далее до 60 чисел. Извините, 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 не до 60, а до 55, правильно ответить, 56. Извините. Итак, до 54, где каждый остаток встречается ровно по 5 раз. В таком случае, в 55 числе должен обязательно выйти по злочке. Представлять себе, что у нас есть загончик для чисел, который дает остаток 0, здесь 2, здесь 3, 4, 5. Любое целое число дает один из этих остатков. Вы должны себе представлять, что идут n этих целых чисел, и каждая из них отводят или сюда, или сюда, в какое-то из этих 6 мест. И вопрос, при каком условии, когда к нам пришли n гостей, и мы их разводим по 6 комнатам, но, к сожалению, в нашей стране не очень приняты 6-комнатные квартиры, хотя, в общем, я таких людей видел, которых и больше. Так вот, господа, представьте себе, что к вам пришли гости, у вас 6-комнатная квартира вдруг образовалась, и вы разводите их. Так вот, при каком n, как бы вы не разводили, обязательно 10 гостей окажутся в одной комнате? Ответ, это очень просто. Если по 9 человек, то 54 гостя. А когда 55, то уже не обойдешься без того, чтобы не послать 10 человек в одну комнату. Согласны? Значит, ответ в задаче... 55. Спасибо. Ответ в задаче, действительно, 55. Сколько воскресенье может быть в году? Совсем немудреный вопрос. 1. Ответ не верен. 53. Ответ тоже не верен. А 57? 57 ни в какие ворота вообще не везет. 51. Считай. Ребят, вообще, в этой задаче есть разные стадии неверности ответа. Одна из стадий такая, что я вообще не знаю, что к ней в году. Я боюсь, что многие из вас... Ага. Сколько? Сколько? Надо ответить на вопрос в задаче. Сколько воскресенье может быть в году? Так, давайте дальше соображаем, мы заснули вы или нет. Сколько дней в неделе? Семь. Молодцы. Сколько воскресенье в одной неделе? Одну. Ура. Что надо сделать, чтобы узнать, сколько... 365, 26. Правильно. 365... Надо разделить на 7. Поскольку надо делать? 65. Ну, там 50 слоя. Получается и остаток один. Ну, первое это идёт, получается, в понедельник, нез Position. Можно быть и что вы сказали? 503. Либо 52 или 53. молодец правильный ответ 52 или 53 да а если 366 забавная ситуация 365 давайте я напишу это 7 дней по 52 раза плюс 1 а 366 это 7 дней надо взять 52 раза и плюс 2 понимаете плюс 2 а не может быть 54 потому что там 2 дня идут подряд а 2 воскресенья подряд не идут смотрите ведь как устроены у нас 366 7 дней следующие 7 дней следующие 7 дней и так далее 7 дней и потом еще 2 дня согласны? да господа среди любых 7 подряд идущих дней ровно 1 воскресенье хотите вы неделю начинайте скажем со среды и до следующего вторника а потом со среды и до вторника со среды и до вторника хотите хотите неделю начинайте с понедельника и до воскресенья все равно среди любых 7 подряд идущих дней 1 воскресенье а вот среди 2 подряд идущих дней либо 1 воскресенье либо вообще воскресенья нет поэтому именно ответ 52 или 53 Договорились? Может ли в одном месяце быть пять воскресеньев? Нет. Воскресенье. Я не могу. Могу. Могу включать. А именно? Если с воскресенья начинается. И в месяц. Сколько дней? Воскресенье. Ну, хотя бы. Воскресенье. Хотя бы. Ну что, вы молодцы. Конечно, смотрите. Возможно, такая ситуация. Семь дней, еще семь дней, еще семь дней, еще семь дней. Это четыре раза по семь. Всего двадцать восемь. И вдруг началось на воскресенье. Дело в том, что тогда это будет воскресенье, и это будет воскресенье, и это, и это. Согласны? Да. Кстати, даже не обязательно. У нас тут даже запасик никто есть. Если тридцать один день, так вообще запас целых три дня. Да, да, да. Так, дальше. Пятьсот восьмидесятая задача. В некотором месяце, три воскресенья, пришлись на четные числа. Давайте я напишу. Три воскресенья, четные числа. Скажите, пожалуйста, какой день недели был двадцатого числа этого месяца? Повторяю. В некотором месяце, три воскресенья, пришлись на четные числа. Какой день недели был двадцатого числа этого месяца? В какой день? В воскресенье. А мы не знаем, кто его знает, сколько. Ну, скорее всего, конечно. Дело в том, что если у вас четные, то между ними же нечетные. Понимаете? Да, действительно, в этом месяце пять воскресенья, так что это некое продолжение предыдущей задачи. Каким днем недели? Было двадцатое число. На первом воскресенье было двадцатого числа. А второе четвертое? Давайте разберем вариант. Пусть четвертое, ладно? Представьте себе, что четвертое число – это воскресенье. Скажите мне, пожалуйста, тогда следующее воскресенье будет какое число? Одиннадцатое. Следующее? Восьминадцатого. Следующее? Двадцать пятый. Следующее? Двадцать пятый. Двадцать второе. Двадцать второе, к сожалению, это плохо. Ребята, не может быть такой ситуации. Хорошо, а если с второго начать? Второе, девятое, девятое, шестнадцатая, двадцатая. Двадцать третье. Двадцать третье. Двадцать третье. Такой может быть. Вот они. Второе, шестнадцатая, двадцатая. Только по-другому не может. А теперь смотрите. Если мы знаем, что это воскресенье, то семнадцатое, знаете что? Понедельник. Понедельник. Восемнадцатое. Вторник. Девятнадцатое. Двадцатая. Двадцатая. Четверг. Понедельник, вторник, среда. А я хочу было двадцать третьего считать. Я понимаю, но это как раз не самое главное. Мне гораздо важнее, чтобы вы поняли вот этот принцип. Что с четвертого не могло начать, а с второго могло. Абсолютно такая же, по сути, пятьсот восемьдесят первая задача. В январе некоторого года. В январе сколько дней? Тридцать один. Тридцать один. В январе некоторого года были четыре понедельника и четыре пятницы. Четыре понедельника и четыре пятницы. Скажите, пожалуйста, каким днем недели было двадцатое число этого месяца? Что ему двадцатая тысяча покоя не дает? В январе тридцать дней. А может быть та же самая? В январе тридцать один будет. Тридцать один? Да. Тридцать один. Тридцать один. Что? Может та же самая картинка? Нет, не очевидно. Может декабрь тридцать? Ну, значит, начинается... Правильно. В декабре тридцать один. Чудовищная несправедливость состоит в том, что в январе тоже тридцать один, а в феврале двадцать восемь. Ну, понятно, что... Это же известная вещь. Февраль в свое время совершенно обобрали. Так было, ребята. Это... Значит, можно, конечно, сейчас плакать по этой исторической несправедливости. Известно, что три дюйма недели повторяется по пять раз. Потому что... Ну, в общем, надо. У меня есть остатка три. Давайте лучше решить задачу. Бороться за права февраля. Спасибо. 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 Если вы отрезаете... от месяца семь подряд идущих дней, то вы отрезаете от него ровно один понедельник, один вторник, одного... среду, один четвертый, один пятый, один сотый, сухой. Поэтому вместо того, чтобы мучиться и разбираться с ситуацией, когда в месяце тридцать один день... вы можете посмотреть на месяц, в котором три дня. Но зато нет ни одного понедельника и ни одного пятницы. Давайте вспомним, как идут у нас понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник. Согласны? Да. Заметьте, какие дни у нас запрещены? Запрещены понедельники, пятница, среда, четверг, пятница и так далее. Где найти три дня подряд, чтобы среди них не было... Вот они, наши замечательные. Вторник, среда и четверг. Что это означает? Перестанечается. А? Это означает, что наш месяц начинается со вторника, и заканчивается воскресеньем. Суббота, четверг, и после этого идут четыре раза по семь дней. Согласны? Значит, первое число – это вторник, вторая – среда, третий – четверг, четвертая – пятница, пятая – суббота, шестое – воскресенье. Кстати, это означает, что тринадцатое воскресенье и двадцатое воскресенье. Победа? Двадцатое число – это воскресенье. Потому что мы поняли, на какой день в неделе начинается наш месяц, а дальше все легко посчитать. Хорошо? На ту же самую тему пятьсот воскресенье вторая задача. В некотором году понедельников было больше, чем вторников, а воскресенье было больше, чем суббот. Какой день в неделе был первого января этого года. Повторяю, понедельников больше, чем вторников, а воскресенье больше, чем суббот. Скажите, пожалуйста, какой день в неделе был первого января? Нет, мне решение нужно, а не только ответ. чтобы воскресенье в году было больше, чем суббот. Нужно, чтобы воскресенье было раньше, чем суббот. Только раньше. Вообще, дни все время повторяются с периодом 7, поэтому невозможно понять, что было раньше. Если считать с первого января, то считая дни у воскресенья первого, должно быть с первого января. Ему, говорите. в некоем году, понедельников, было больше, чем второго января, чем второго января, а воскресенья было больше, чем суббот. первое января было воскресенье. В каждой группе семи дней обязательно есть один вторник, один понедельник, и все так далее. если количество дней делится на 7, то там обязательно все дни, недели, пору. То есть, они идут подряд? Да, если они идут подряд. Значит, 364 дня делится на 7. Итак, от года остаются более 1-2 дня. Да, однако нам нужно как минимум еще один понедельник, чтобы понедельников стало больше, и еще одно воскресенье, чтобы воскресенье тоже стало больше, чем всего остального. Значит, по сравнению с 52-мя неделями есть еще один понедельник и одно воскресенье. Значит, год начинается на воскресенье, победа или нет? Да. Воскресенье, понедельник и еще 52 недели. Да. Начнем считать пальцы на руке следующим образом. Первый палец большой, второй оказательный, третий средний, четвертый безымянный, пятый мизинец, шестой опять безымянный, седьмой средний, восьмой указательный, девятый большой, десятый указательный и так далее. какой палец какой палец двухтысячным? Очень легкая задача. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, понимаете? десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый. Ребята, догадайтесь, пожалуйста, что здесь за число. Какое число будет следующее? Смотри, здесь увеличилось на восемь. Десять увеличилось на восемь. День будет двадцать пять, потом будет тридцать тридцать тре. Значит, нас что спрашивают? Какое? Двухтысячный. Двухтысячный. Значит, ребят, надо просто взять остаток от числа две тысячи на восемь. Две тысячи разделить на восемь. Вообще-то девять. Да. Вообще-то остаток равен ноль. Где у нас восьмой палец? Указатель. Указатель. Значит, будет указатель. Поняли? Угу. По этой последовательности бери в восемь. Так, следующая задача на ту же тему, только с цветами. Внимательно слушайте. В новогоднюю ночь. Новогодняя ночь это с тридцать первого декабря на первый января. Стояли в ряд слева направо герань, крокус и кактус. Герань, крокус и кактус. Каждое утро Маша, вытирая пыль, меняет местами цветок справа и цветок в центре. Значит, после Маши получается так. Это сделано Маши. Днем Днем Таня поливает цветы, меняет цвет местами тот, что в центре, с тем, что слева. Значит, пришла Таня и стало вот так. в каком порядке будут стоять цветы через 365 дней в следующую новогоднюю ночь. вот смотрите. Значит, 1 января они стояли вот так. Пришла Маша, пришла Таня, получилось вот так. И соответственно, утром 2 числа они стояли вот так. Согласны? Замечательно. Теперь скажите мне, пожалуйста, теперь скажите мне, пожалуйста, все-таки утром 366 числа как будет? То есть, в новогоднюю ночь это то же самое, что на 366 день. Что у нас будет? И можете ли вы как-то понятно объяснить, что произошло с нашими цветами? Герань, крокус, кактус. А теперь кактус, герань, крокус. Что произошло? Молодец. Если представить, что они у нас вот так вот по кругу, то смотрите, что произошло. Герань сдвинулась сюда, крокус сюда, а кактус сверху сюда. Согласны? Каждые три дня что будет происходить? Согласны? Значит, на самом деле 366 день они будут стоять так же, как на третий день. крокус, давайте думаем. Значит, в начале второго дня они будут так, да? А в начале третьего дня они будут так? Нет. Крокус, кактус, герань. Крокус, кактус, герань. Кокус, герань. Главное для меня не в ответе в этой задачи. Главное, что вы должны понимать, что такого рода процессы циклические, согласны? Происходит зацикливание, причем, заметьте, довольно быстро. Довольно быстро происходит зацикливание. и последняя наша сегодняшняя задача. Числа 100 и 90 разделили на одно и то же число. В первом случае получили в остатке 4, а во втором получили в остатке 18. Как это записано? 100 разделили на некоторое число n. Получили какое-то неполное частное плюс 4, а 90 поделили с остатком на то же самое число n. Получили некоторое другое, не хочу руку s, и остаток равен 18. Нужно узнать, чему равно n. Сначала надо из 100 быть из 4. Получается 96. И из... Пиши, пиши. 96 равняется n. Где хочешь? Ну, не здесь же. Везде, где чисто. Где, где можно писать. 96 равняется n умножить на q. Так, согласен. И надо из 90 быть 18. Отлично, пиши. Получается 70. 2 1 и 1 и Обратите пожалуйста внимание на мое написание букв и с и ваше. В вашем варианте эти буквы вполне себе не отличи. пожалуйста напишите нормально. Совсем нетрудно. Буквы должны быть написаны так, чтобы н вы справились. С написанием буквы н вы справились. Посмотрите как букву пишется. Отлично. И как буква с пишется так, она ни с чем не сливалась. Кстати, в математических формулах буквы не сливаются. Нет! Это не крючок. Так, замечательно. Итак, 96 и 72 делятся на n. И что? Мы больше общий делитель умеет 24. Правильно. 96 это 24 умножить на 4, а 72 это 24 умножить на 3. дальше. Дальше. Я считаю 24 либо число только 24. А вдруг меньше? Дело в том, что ведь не обязательно 24. может быть потому что тогда получается что остаток может быть больше 19. Дело в том, что оно не меньше 19. Вы правы? Если у нас остаток 18 поняли смысл? Да. Если остаток 18 то не может n быть меньше. Даже 18 не может быть. 24 нет делителя 18. Значит на самом деле n равно 24.